Вот знаете, за что я люблю ножи спайдерка? За то, за что многие их хают. За спайдер холл. Серьезно, я считаю это дико удобным решением для открывания ножа. А началось все с далекого 1981 года, когда компания спайдерка выпустила свой первый складной нож спайдерка C01 Worker. И в этом ноже было сразу несколько инновационных решений, но главной находкой было однорукое открывание с помощью круглого отверстия в клинке, которое позволяло быстро приводить нож в рабочее положение. Казалось бы, совершенно простая идея, но именно специалисты спайдерка первые нашли его и внедрили в серийные складные ножи. Компания даже оформила патент на это изобретение и заинвестировала товарный знак спайдерка Тредмарк Раундхолл. Ну или как мы привыкли все его называть, спайдер холл. С тех пор спайдер холл стал применяться на практически всех ножах компании спайдерка и стал неким товарным знаком, который позволяет легко узнать нож этой компании в любой точке земного шара. Безусловно, у этого решения всегда были как почитатели, так и хейтеры, практически как у любого ролика на нашем канале. Но одного у него не отнять. Взяв однажды в руки нож спайдерка, ты понимаешь, насколько это удобно и гениально. Спайдерка Тредмарк Раундхолл стал настолько популярен, что в США стали проводиться соревнования по количеству уникальных открываний ножей спайдерка. Проводится это на примере ножа спайдерка Эндуро. И мы сегодня, конечно, не будем попытаться побить их рекорды, потому что там уже, насколько я помню, перевалило за 100 различных вариаций открывания. Я лишь хочу показать вам несколько вариантов открывания ножа спайдерка, которые, на мой взгляд, наиболее удобны и практичны. Уверен, они будут вам полезны, а показывать это я буду на моей любимой спайдерка Милитаре. Ну и еще парочку ножей, конечно, у нас сейчас засветится. И начнем мы с классического открывания большим пальцем. Собственно, как и любой нож, хоть со шпеньком, хоть со спайдер-холл, это делается очень просто. Следующий способ открывания приблизительно точно такой же. Мы большой палец опускаем в спайдер-холл, но если любим обмантоваться и пощелкать клиночком, то резко выщелкиваем палец под углом 45 градусов. И клиночек у нас симпатично должен выстрелить. Вот примерно так это происходит. Следующий мой любимый способ открывания. Мы зажимаем вот таким образом нож, средний палец снизу опускаем в спайдер-холл и резко выстреливаем средним пальцем под тем же углом 45 градусов. Следующий способ называется спайди-дроп. И этот способ удобен, когда нож находится в положении тип-ап, то есть клинком вниз. Как, например, нож спайдер-холл мы достаем нож из кармана, пальцы опускаем в спайдер-холл, закидываем нож вверх и просто встряхиваем вниз. Следующий способ открывания относится к ножам далеко не только спайдер-холл, но давайте я вам покажу. Если у ножа более-менее тяжелый клиночек, то очень легко нож можно открывать обычным встряхиванием. И инерционно клиночек будет вылетать вперед ножа. Еще один, ну, наверное, немножко бестолковый способ, но тем не менее, раз уж мы рассказываем, берем нож, безымянный палец засовываем в спайдер-холл и вот таким образом открываем клиночек. Также лично мне очень нравится открывать нож спайдер-холл двумя руками, выглядит это весьма эффектно. Но если вам совсем наскучило обычное никчемное открывание ножа и хочется реально повыпетриваться, это можно сделать вот так. Ну и когда совсем хочется сойти с ума, то вот вам еще один способ. Спайдер-холл Гениальное изобретение, позволяющее открыть нож практически из любого положения. Это огромный плюс. И спасибо компании Спайдер-холл, что в далеком 1981 году подарили ножевому сообществу такую инновацию. А какой способ открывания понравился вам больше всего, ну или каким вы чаще всего пользуетесь? Жду вас в комментариях. А на этом все. Всем пока. И до встречи в сети. Субтитры сделал DimaTorzok